6 самых экономных способов борьбы с колорадским жуком Лето – главное время борьбы за будущий урожай. Тем, кто хочет осенью не остаться без картофеля и при этом сэкономить на борьбе с колорадским жуком, мы предлагаем 6 самых экономных способов борьбы с вредителем. Чтобы сохранить картофельные кусты и не остаться без урожая, колорадских жуков приходится уничтожать. Большинство людей используют для этого два метода – собирают жуков вручную или опрыскивают грядки ядохимикатами. Оба способа эффективны. Мы же вам расскажем о способах, которые использовали еще наши предки. Колорадский жук боится чеснока, поэтому под каждую картофелину при посадке нужно положить по щепотке шелухи. Также хороший способ – воткнуть зубки ярового чеснока между кустами картофеля. Ну а самым терпеливым советуем приготовить раствор. 200 грамм головок измельчить и настаивать сутки в 10 литрах воды. Перед опрыскиванием можно туда добавить 40 грамм хозяйственного мыла. Эффективно опылять картофельные кусты просеянной золой, лучше березовой. Около 10 килограмм золы на 10 квадратных метров. Через решето. Эту операцию следует проводить после дождя. 3-4 раза через 15 дней. Погибнут не только личинки, но и большинство взрослых особей. Дает хорошие результаты опрыскивания настоем из листьев грецкого ореха. Можно использовать плоды или скорлупу. Сложите в ведро стебли чистотела, сколько уместится, и залейте водой. Доведите до кипения и держите на огне 15 минут. Затем охладите, процедите и разбавьте в 10 литрах воды. Этим раствором опрыскивайте картофель, а после обработки междурядья посыпьте свежим чистотилом. Растворите в воде немного хозяйственного мыла, добавьте древесную золу. Смочите веник и обрызгайте кусты картофеля. Вредители должны исчезнуть совсем. Насыпьте в ведро по 200 грамм одуванчика и хвоща, залейте водой и доведите до кипения. Подержите на огне 15 минут. Охладите, процедите. Растворяйте пол-литра отвара на ведро воды и опрыскивайте посадки. Существует ли сорт картофеля, который не интересен вредителям? Селекционеры попытались вывести что-то подобное, учитывая особенности колорадского жука, к примеру, его нелюбовь к резким запахам, грубым и плотным листьям.